Денис, расскажите, для чего мы приехали в Татичевский район? В Татичевский район мы приехали посмотреть, как работает кроликоферма, посмотреть особенности работы кроликофермы, различные нюансы изучить. Организатором является Российский союз сельской молодежи, Саратовское отделение, которое возглавляет Петр Шиндин. Спасибо ему, что он организовал такую поездку, это уже не первый выезд. Мы с собой берем студентов, также показываем им. Все это делается для того, чтобы они потом смогли самостоятельно открывать собственный бизнес, самостоятельно развивать кролиководство в нашей области. В этом году кролиководство в Саратовской области призвано приоритетным направлением. То есть сейчас активно как раз правительство будет стимулировать это как грантами, так и другими различными методами стимулирования. Сегодня мы пообщались с директором кроликофермы, нам объяснил сам процесс работы, различные биологические особенности кроликов и, соответственно, мини-ферм. Где мы сейчас и находимся? Скажите, ну вот сегодня сколько там, шесть человек с нами приехало? Это все студенты или аспиранты тоже? Студенты? Вот я личный аспирант, двое молодых людей студенты. И со мной приехал еще один молодой человек, он собирается тоже заниматься бизнесом. Поэтому ему тоже интересно, мы взяли его с собой. Скажите, а это все, например, студенты, они планируют этот бизнес приурочить, например, к программе «Начинающий фермер» или как-то использовать «Подъемный». Можете об этом рассказать? То есть как это все связано? Да, вот у нас сейчас действует программа «Начинающий фермер», и не все регионы попали под эту программу. Нам повезло, что в Саратовской области она попала. И выпускники наших вузов имеют отличную возможность начать собственный бизнес после окончания университета. Грубо говоря, не идти работать, а уже сразу получить деньги и развивать собственный бизнес. То есть также нанимать к себе персонал, то есть создавать дополнительные рабочие места, что является дополнительным плюсом в развитии Саратовской области.